Понятно, что должна быть неотвратимость наказания, да, и я согласен, что, возможно, пусть будут и провокации взяток. Правильно, если тебе предлагают, и ты отказывайся просто, ну и все, и вот она точка. Если ты не отказался, понятно, может быть, не надо так усугублять, как некоторые сейчас пишут, как в Корее, что изначально презумпция виновности у всех госслужащих, и он не должен доказывать, он должен доказать, что он не враг, а не полиция доказывает. И все, не доказал, 10 дней расстрел. Ну, наверное, это, учитывая переходные все наши моменты в стране, наверное, перестреляют вообще всех и выйдут сами на себя в итоге. Но, конечно, какой-то, ну, смотрите, всех даже по взяткам, которые там у нас были. Во-первых, берут кого? Вот за прошлый год две взятки по операм налогомилиции, Днепра. Одному дали 5 тысяч гривен, причем, я не обеляю, просто вот два примера, это же никуда не деться, вот за прошлый год. То есть не меня же взяли там со 100 тысячами долларов где-то там, да, или там с 30-ю, с 50-ю, ну хоть какая-то цифра, или не моего начальника слез, или меня там при передаче денег там в Киев, ну то есть масса вариантов. Берут опера, который сидит на базе данных и вносит туда данные, кого установили по вероадресу, кому не установили. Вот кого-то не установили по вероадресу, это сразу он попадает там, ну грубо говоря, в негативную базу данных, да, там негативная отметка ставится. Ему вносили 5 тысяч гривен месяц. Короче, у него санкция на обыск дается, она действует 30 дней. Уже закончилась санкция на обыск, а они, он никак не берет деньги. И тут у нас сокращается район, он понимает, что все из этого района он уходит. И эти приходят опять с этими 5 тысячами. А, не, он сам призываю, привозите. Нажал там какую-то кнопку, а у тех уже санкция закончилась. И они привозят эти 5 тысяч гривен, ну это все эти подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Привозят эти 5 тысяч гривен, отдают, как-то они его не задержали, он где-то ездит, они его ищут, потом я там с милиционерами развариваю. 29 экоипажей разведки было задействовано, чтобы его поймать. 29, где 5 тысяч гривен? Ну взятка. Ну правильно, это все та же палочная система, да, вот как надо. Надо возбудить дело, направить его в суд и тогда ты молодец, да. Точно так же у них. Сколько вы взяток? Столько-то. А по налогам милиционерам сколько? Есть. Ну правильно, есть палочка, есть. Все, задержали, 5 тысяч гривен, поехал в СИЗУ.